приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 16 апреля говорим о великом празднике которые все мы православные отмечаем в этот день также обязательно уделим внимание народному календарю и поговорим о иконе божьей матери которая празднуется 16 апреля а также для внимания и другим церковным праздником которые в этот день чтятся и отмечаются это друзья далее все более подробно давайте начнем с того что сегодня 16 апреля у нас светлая пасха и мы всех вас с этим великим праздником поздравляем пусть вашей жизни будут всегда божья благодать бою только ваши истинные друзья помощники которые всегда будут с вами это очень важно в жизни даже пусть вам бог помогает оберегает вас сохраняет и направляет на путь истинный и так друзья все поздравляем с светлой пасхой с радостным днем воскресения христова иисус христос воскрес также сегодня 16 апреля православная церковь почитает никиту исповедника а вот в народе этот день получил такие названия как никита водопол никита гуси пролет никита ледолом также по-другому это день называли как никитин день или праздник рыболовов или еще угощение водяного в общем народном календаре этот день имеет достаточно много интересных названий но вернемся друзья к никите исповеднику преподобный никита игумен медикийской обители жил в восьмом в девятых веках он родился в кесаре вифинская это территория современной турции и был воспитан христианских традициях с юношества никита прислужил в церкви и находился в послушании у отшельника стефана когда он подросту направился в медикийский монастырь и принял пострих через семь лет его избрали пресвятером а впоследствии игуменом обители за соблюдение строгой монашеской жизни никита был удостоен дара исцеления силой молитвы он открыл у глухонемого отрога способность говорить лишенному рассудка вернул разум и изгнал из двух бесноватых женщин нечистую силу в период гонения на иконопочитателей при императоре льве армянине никита исповедника заключили в тюрьму подавшись на хитрость правителя он согласился принять причастие от лжепатриарха иконоборца и был отпущен на свободу однако поняв что запрет икон продолжается раскаялся в своем поступке вернулся в столицу начал обличать еретиков за это никита исповедника заключили в темницу на целых шесть лет он продолжал молиться в суровых условиях и творить чудеса по его молитве фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников три человека потерпевший к корабль были крушением были волнами выброшены на берег 824 году святой представился и был похоронен в родной обители впоследствии ему мощи стали источником исцеления для верующих также в этот день православная церковь отмечают и день иконы и божьей матери неувядающий цвет иконы неувядаемый цвет одна из самых ярких и красочных изображений богоматери православной иконописной традиции невообразимо прекрасная царица небесная с плоденцем иисусом христом да еще в царских одеяниях и снежным цветком в руке обращаться с молитва перед иконой пресвятой богородицы люди просят о защите от бед исцеления от болезней молятся за мужестве о счастье и о благополучии однако наиболее распространенными просьбами все же исторически являются молитвы о защите в деревнях в этот день 16 апреля на никиту справляли праздник водяного по поверью этот злой и враждебный человеку дух просыпается от зимней спячки голодный и злой он ломает лед мучить до смерти мелкую рыбу в то время как большие рыбины сами убегают в другие озера и реки поэтому люди его старали всячески задобрить чтобы летом он не рвал не воды и бред не не топил лодки из других рек пригонял самую большую рыбу а своей не давал плыть спасал от буря рыбаков для этого рыбаки у цыган не торгуясь покупали старую и больную лошадь старались за три дня откормить ее конопляным жмыхом макухой и хлебом обязательно вечером третьего дня гриву лошади вплетали ленты и и голову мазали медом солью на шее привязывали два старых жернова а ноги спутывали веревками ровно в полночь отправлялись к реке и топили лошадь особенно старались рыболовы они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок также самой худой народной приметы для рыболовов было если водяной отказывался принимать подарок правда была и еще одна более житейская если лед к никитиному дню не сойдет то считала что рыбный лов будет худым считаю что если в этот момент вода сильно шумела и волновалась то водяной благосклонно принял приглашение других места чтобы задобрить водяного в реку бросали гуся без головы голову же относили в птичник чтобы домовой следивший за поголовьем птицы не заметил пропажи дань водному духу приносили не только рыбаки но и те у кого скотина оказывалась не ко двору то есть не водилось или случался падеж скота в некоторых губерниях под влиянием католического календаря в этот день вспоминали святую агафию здесь крестьяне у утыкивали кусками соль и хлеб и несли его в церковь чтобы осветить потом этот хлеб вешали на рога корове чтобы заручиться поддержкой святой перед началом весеннего выпаса скота и на весь пастбищный период наблюдательные люди смотрели на никитин день во сколько закрывается мать и мачеха так как считается что если это произвел произошло в промежутке с 17 до 18 часов и при этом светит солнце то вскоре похолодает заметили что во второй половине дня подул сильный ветер значит летом можно ожидать богатого урожая однако если он был северным то будет много дождей не стоит надеяться на щедрый улов если на эту дату выдался дождливый день почувствовали что после первого грома стало намного прохладней то это говорит о том что летние месяцы к сожалению не порадуют теплом что же можно было делать в этот день по народному календарю нужно умывшись отстоянной водой вылите под молодое деревце тогда прибудет энергия счастье и денежная удача следует печь пироги с картофельной или капустной начинкой готовить обязательное блюдо из мяса хорошо было бы устроить пикник на берегу озера или реки позволено сегодня и отправляться на рыбалку и издревле считалось что в этот день из пачки выходит водяной поэтому люди старались как следует попочевать повелителя водной стихии они бросали в реку различные крупы хлеб и даже куриные потроха для того чтобы не злить хозяина водоемов в этот день народ готовил пироги они должны быть с картофельной или капустной начинкой также должно быть что-то уже и мясное после этого необходимо устроить неподалеку от воды пикник во время которого нужно периодически воду кидать что-то из еды чтобы порадовать водяного и рыбаки в этот день выливали водоемы масло и просили о хорошем улове в течение года что же нельзя делать в этот день по народным приметам 16 апреля наши предки всегда помнили народную примету что нельзя делать на никиту водопола первые блюда и варить жидкую пищу по старинной традиции в этот день у наших предков было принято угощать водяного который проснулся после зимней спячки а он как известно ужасно не любит супы борщи солянки и другую жидкую пищу поэтому чтобы не злить хозяина водоемов 16 апреля надо обязательно приготовить пироги желательно с картофельной или капустной начинкой а также что-то мясное затем нужно устроить недалеко от воды пикник во время которого периодически кидать в воду что-то из еды чтобы порадовать водяного нельзя близко подходить к воде с пустыми руками иначе водяной обидится и затянет к себе в царство откуда никто никогда не возвращался день никиты водопола нехорошо шуметь находясь недалеко от водоема шум и гам еще больше разозлит и без того недовольного хозяина воды и он может затопить огороды и участки тем самым вымы все посевы нельзя в этот день смотреть на драку собаки и кошки ночью скоро в доме разразиться серьезный скандал также не рекомендуется в этот день проливать воду на стол по народной примете вскоре пролившись совершит серьезную ошибку если же это произошло и вода случайно все же пролилась на стол не стоит ближайшее время принимать решения которые могут повлиять на будущее нельзя сегодня выливать воду который были вымыты полы в канализацию использованную воду нужно вынести на улицу или же оставить до завтрашнего дня в недоступном месте если нарушить эту запрещающую народную примету придется вскоре неожиданно потратить немалую сумму денег которая сильно ударит по бюджету вернуть прежнее материальное положение получится не скоро также нежелательно 16 апреля по народным приметам умываться проточной водой иначе считалось что удачу утечет сквозь пальцы день никиты водопола для умывания лучше использовать отстоявшуюся воду которую после вылить под молодое дерево считается что после этого человек станет счастливее энергичнее ему придет большая удача также в этот день проводили обряд против зависти как вы знаете зависть может разрушить любые отношения поэтому для избавления от нее необходимо набрать 16 апреля воды из водоема в емкость с крышкой принести домой и там открыв ее сказать такие слова водоеме где живет водяной правит он всей водной братвой я к нему с просьбой обращусь и от помощи не откажусь вода у тебя взяла от врагов с черными глазами она отвела завистливым сердцем меня не достанут на защиту твоих помощней помощники встанут я по свету хожу завистников не вижу слово мое не перебьешь водой закрепленная свечой запечатанная далее капнуть трижды в емкость зажженной церковной свечой воду заговоренную вылить под порог своего дома а также сбрызнуть себя теперь никто не сможет своим завидующим сглазом или мысленно вредить главное никому не рассказывать о проведенном ритуале также в этот день обязательно проводили обряд против злого соседа поэтому надо было 16 апреля отодрать от порога вредного соседа щепочку и принести ее домой далее зажечь три свечи расположив их в виде треугольника а посередине положить вот эту щепочку далее сказать следующие магические слова соседушка не дури враждовать прекрати не ворчи не рычи господа бога благодари чтобы были мы дружны ссориться нам нет нужды будем жить общей стеной все беды от нас долой пусть между нами не будет ни шума ни шороха пусть уходит вражда и приходит дружба вот эту щепочку нужно будет отнести к водоему и сказать водяной забери у себя в царстве ее потани а люди которые родились 16 апреля непостоянны к сожалению переменчивы им важно испытывать новые эмоции и впечатления они способны в течение жизни менять сферу деятельности и место проживания любят приобретать новые знания заводить знакомства и накапливать даже жизненный опыт это как правило обаятельные добродушные и искренние личности они излучают позитив благодаря чему располагает к себе людей друзья вот такой у нас с вами день 16 апреля по народным приметам обратите пожалуйста на это особое внимание мы еще раз всех поздравляем с светлой пасхой желаем всех всего самого самого наилучшего пусть вашей жизни будут только прекрасные моменты пусть будут вашем доме всегда божья благодать бог всегда помогает направляет на путь истинный это очень важно сейчас в наше время всем желаем мирного неба достатка благополучия а также всех мыслимых и немыслимых благ друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья пусть они также знают об этой важной и ценной информации но прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео трава на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео